Анастасия Алексеевских, газета.ру Да, я бы хотела уточнить, планирует ли ЦБ полностью запретить вложение граждан в криптовалюту и насколько близка к правде версия о том, что именно ФСБ пролоббировала такое вот решение? Про запрет я уже ответила. Что касается ФСБ, то вообще Банк России достаточно давно уже говорил о том, что риски криптовалют мы считаем высокими. Мы скептически относимся к развитию этого рынка, поэтому это наша позиция. Но при этом нам приятно, если другие органы власти также ее разделяют. И наш доклад как раз является отправной точкой для обсуждения мер. А прямого ответа не последовало «да» или «нет». Ну, кто бы сомневался. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня произошли важные события, связанные с будущим биткоина, криптовалюты и майнинга на территории Российской Федерации. Это спонтанное видео. Я даже сценарий не написал, но разберемся прямо на ходу. Начнем с позитивного. Это очень важно понять, прежде чем двигаться дальше. Во-первых, с состоянием на 20 декабря 2021 года россияне держат криптовалюты на сумму 5 триллионов рублей. По этому показателю Россия занимает первые места вообще по всему миру, точно так же, как и по майнингу. Майнинг в России находится далеко не в последних рядах. На этом графике мы видим то, как растет индустрия добычи криптовалюты и биткоина в Российской Федерации. И мы видим, что с мая 2021 происходит параболический взрыв, который и привел Россию на третье место в мире по майнингу биткоина. Теперь мы понимаем, как много людей может, во-первых, пострадать в случае запретов, а во-вторых, как много отличных, молодых, талантливых специалистов могут просто-напросто покинуть эту страну и уехать в те же штаты. Где криптовалюта, наоборот, начинает получать законную поддержку и регулирование. Как мы видим в Конгрессе, США обсуждают не то, как запретить криптовалюту, а как ее использовать правильно и с выгодой для государства. Большая разница между тем, что делают в Штатах и тем, что происходит в России. Похоже, что Россия следует примеру Китая, где происходили такие же жестокие запреты, которые привели к росту блокчейн-специалистов и майнеров в Соединенных Штатах, Казахстане и так далее. Кто от этого пострадает больше? Сами люди или сама страна? Вопрос открытый. В декабре 2021 уже появилась первая ласточка, что Центральный Банк России рассматривает возможности полного запрета криптовалюты и любой деятельности с нею связаны. Казалось бы, при чем здесь Моргенштерн? А при том, что какая-то истерия началась с этими иностранными агентами в России. Все, кого выгодно обозвать иноагентом, обзываются иноагентами. И криптовалютчики, которые просто занимаются криптой, интересуются новыми технологиями и способами заработка. На них могут схлопотать себе такую же кличку – иноагент и ответить как положено, по закону. И вот мы подбираемся к самому интересному. Федеральная служба безопасности убедила председателя Центробанка России Набиулину запретить криптовалюты в России. Вот к чему я показал тебе вопрос в начале видео. Именно об этом журналистка и спрашивала представителя Центробанка. Центробанк прямого ответа на этот вопрос не дал. Каковы причины давления силовиков на Центральный Банк? По их словам, криптовалюта финансирует нежелательные организации. Это оппозиция и иностранные агенты. Короче говоря, майнишь биткоин – значит иноагент. Снимаешь видео на YouTube или другую социалку – тоже иноагент. Даже если крипта используется для финансирования политических и правозащитных организаций, это незначительная доля активов в общей сумме, которую россияне инвестируют в крипту. Поэтому я думаю, что цели здесь немного другие, не те, которые были озвучены. Центробанк просто хочет законодательно запретить любое использование криптовалюты, а также и майнинг биткоина. Использование криптовалюты в качестве платежного средства также стремятся сделать вне закона. Но как вообще запретить криптовалюту? Полный запрет крипты. На самом деле это не так просто сделать, как кажется. Запретить криптовалюту в принципе невозможно. Если что-то можно запретить, то это не криптовалюта, это знает каждый. Физические лица все равно смогут ее использовать. Давай послушаем, что скажет Николай Кульбака, экономист и аналитик по этому поводу. Скорее всего, полностью это сделать не удастся, потому что, в общем-то, криптовалютами все-таки люди пользуются через разные приложения и так далее. То есть это очень сложный процесс, как это запретить. То есть запретить это полностью невозможно, сделать более сложным и дорогим это удастся. Кто от этого пострадает? Ну, пострадает от этого, наверное, не только оппозиция, или, наверное, не столько оппозиция, сколько большое количество различных людей, которые с этим работают. Но в целом, скорее всего, полностью перекрыть это невозможно. То есть для этого надо полностью перекрыть интернет. Причем, я так, насколько понимаю, большей частью это даже используют... Используют не только оппозиции, или, наверное, не столько оппозиции, это используют криминалы, это используют для различных делегальных операций. Подумеваю, что криптовалюту активно используют и наши спецслужбы. То есть, собственно говоря, здесь это просто один из возможных инструментов дальнего передачи денег, который нужен нашим спецслужбам не меньше, чем нашей оппозиции. Поэтому здесь такой очень хитрый вопрос. Скорее всего, будут пытаться ввести какие-то запреты, полностью перекрыть вероятность всего не получится. Но есть один вариант запретить криптовалюту. Это запретить криптовалютные биржи. Или же просто хотя бы ограничить к ним доступ. Вот тогда многим, кто хранит деньги на бирже, будет уже не до смеха. Ты не сможешь зайти на Binance и потеряешь доступ к своим инвестициям. Вот об этом я, кстати, и говорю всегда. Нельзя хранить деньги на бирже. Используй кошельки MyEther, Wallet, Metamask, Ledger, Trezor и так далее. Кроме этого, VPN и Proxy всегда могут обойти любую блокировку Binance или других криптовалютных бирж. Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, уже заявила о том, что готова к разговору с Центральным банком России. Видимо, поняли, что запахло жареным. Мы всегда готовы к переговорам или обсуждениям поддержки интересов законопослушных пользователей криптовалюты на территории России. Криптобиржа достаточно ответственно относится к собственным обязательствам по выполнению законодательных соблюдений. А также пытается наладить сотрудничество с контролирующими регуляторами. Это делается для того, чтобы сформировать политику, которая будет защищать пользователей, поощрять инновации, а также продвигать нашу индустрию дальше. Но знаешь, запрет и продвижение – это разные вещи. В общем, если у тебя есть средства на биржах, лучше бы ты их хранил на отдельном кошельке. Например, на Trezor или Ledger. Кроме всего этого, Центробанк России сегодня и вовсе провел прямую конференцию, где директор Департамента финансовой стабильности России Елизавета Данилова озвучила позицию Центробанка. Я выделил несколько самых важных моментов. Например, они озвучили угрозы распространения криптовалюты, как будто это вирус какой-то. Центробанк России уверен, что основной риск, связанный с криптовалютой – это угроза для благосостояния граждан. Во-первых, угроза сделать тысячи процентов на биткоине – это действительно страшно. А во-вторых, любая инвестиция в любой актив, криптовалюты, акции, недвижимость – это риск, который инвестор осознанно на себя берет. Поэтому давай запретим все активы вообще. И, кстати говоря, банки тоже неплохо было бы запретить, у них тоже есть риски. И в-третьих, граждане уже взрослые. Они осознанно выбирают то, что им нужно. Поэтому хватит запрещать людям выбор. Дальше, Центробанк России явно не понимает, о чем говорит. Стейблкоины, по словам Банка России, волатильны, потому что основаны на других активах. А на чем, собственно говоря, основаны доллар или рубль? На золоте? Нет. Они основаны просто на вере людей. И все. А криптовалюты основаны, как минимум, на математике, на вычислениях, на затратах энергии. Все это уже лучше, чем просто вера. Также Центробанк опубликовал новые риски криптовалют. Особенно порадовал пункт «Дополнительное инфляционное давление в мире». Биткоин оказывает дополнительное инфляционное давление? Это они говорят про инфляционное давление? Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет. За 2020 год он вырос на 20%. Центральный банк напечатал для бюджета полтора триллиона рублей. Центральный банк России напечатал еще триллион рублей. Отвечу словами Роберта Бредлава. В мире, где каждый, кто хочет, может печатать деньги, побеждают те деньги, которые напечатать нельзя. Вот почему я держу только биткоин. Биткоин лучше рубля. Тут уже никакие запреты не помогут. С этим просто нужно смириться. Посмотри на этот график рубля по отношению к биткоину. Это не рубль, блин. Это щиткоин какой-то. Даже щиткоины так не падают. Что же предлагает Центробанк? Нельзя, чтобы финансовая система России участвовала в создании оборота криптовалют. Это цитата. Ну что ж, пусть не участвуют, а мы будем. Здесь у нас целая куча запретов. Нельзя выпускать крипту, нельзя работать криптообменником, нельзя вкладываться в крипту и так далее. Вот такие меры по регулированию криптовалют они предлагают. По регулированию. Написали бы сразу по запрету. Это же разные вещи. Но важно, что эти запреты пока что не коснутся розничного инвестора. Пока что. Если все эти запреты вступят в силу, ты подумаешь, что криптовалютный рынок в России вообще станет подпольным. И тогда его регулирование будет представляться невозможным. Об этом подумал не только ты и я, но и Артур Арутюнов из журнала Forbes. Он и задал этот вопрос представителю Центробанка. Второй вопрос, нет ли риска того, что в случае принятия всех перечисленных мер, крипторынок совсем уйдет в поле и станет не контролем. Спасибо. Но что касается международного взаимодействия, то этой задачей сейчас озаботились и мы, и другие иностранные регуляторы. К сожалению, такого налаженного потока информации, обмена по криптовалютам не существует. Например, в том же меморандуме ИОСКО, допустим, нет вот таких норм, которые бы обеспечивали автоматически уже обмен такой информацией. Поэтому необходимо вносить изменения как в международные соглашения, так и в двусторонние соглашения об обмене информации. И мы будем очень активно в этом участвовать. Как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Ваш вопрос про будущее криптовалют. Что будет, если многие страны будут вводить запреты? И он как раз отражает те риски, о которых мы говорим. Риски, связанные с возможной потерей средств инвесторами, как раз в связи с тем, что криптовалюты... Я, конечно, очень сильно извиняюсь, но риски потерять средства тут будут только из-за запрета. Могут в будущем попасть под масштабные регуляторные запреты и, соответственно, их цена может сильно снизиться. Действительно, такой риск есть. Честно скажу, многие регуляторы озабочены тем, что все более активно граждане вкладываются в криптовалюты. В первую очередь, не обеспечены биткоин и прочие. И действительно, усилия иностранных регуляторов будут возрастать по ограничению таких операций. И действительно, есть риски, что все в большей степени будут операции оставаться только нелегальные. И таким образом, естественно, это будет влиять тоже на стоимость криптовалют. Но здесь нужно сказать, что все регуляторы одновременно нацелены на борьбу с нелегальными операциями. И система по ДФТ тоже будет активно совершенствоваться. Органы, которые этим занимаются и у нас в России, и за рубежом, тоже совершенствуют систему мониторинга, отслеживания рисков по ДФТ, с тем, чтобы влиять на эти риски и как-то снижать анонимность. Тот же пример иностранных регуляторов, криптобирж. Постепенно, все в большем количестве стран вводятся требования по уходу от анонимности, по раскрытию данных и процедурам КВАСИ. Мне одному показалось, что все риски криптовалюты они создают собственноручно. И последний вопрос касаемо запрета майнинга. Вопрос звучал так. Если будет запрет на майнинг, как быть с уже действующими фермами? Как отвечает Центробанк? Он ответил. Мы видим существенные риски для финансового сектора России. Люди будут вкладывать свои средства в криптовалюту, и было бы проще их запретить. В настоящее время владельцы майнинговых ферм не платят налоги в государственную казну. Но запрет может решить эту проблему. Кто же будет заниматься майнерами? Кто будет искать майнеров? Нашли самых опасных преступников? Конечно же, правоохранительные органы. Следующий вопрос. Рита Шпилевская, ТАСС. Как предполагается выявлять и ловить майнингов, и кто будет участвовать в этом? Ну, естественно, здесь мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности, видимо, взаимодействия, да, нескольких ведомств, возможно. Отслеживать майнеров, ну, наверное, возможно, по какой-то активности в части потребления электроэнергии, я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности. Звучит как объявление войны практически. Как вишенку, Центробанк опубликовал целый доклад о криптовалютах, который я уже не стал изучать, потому что там и так все понятно. Но я оставлю его в Телеграме, если интересно, изучи по ссылке в описании. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Я бы выразился, но не буду. Помоги распространить это видео путем активности. Лайк, комментарий. Также подпишись на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!